Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем смотреть на наполнение бьюти-бокса от марка Кауфуна. У марка Кауфуна вышло два бьюти-бокса в последнее время. Первый был посвящен непосредственно уходовой косметике. И во втором бьюти-боксе должны быть непосредственно декоративные средства. Первый бокс я, к сожалению, не успела купить. Я написала заявку, когда только он вышел, но, к сожалению, пока до меня дошла очередь, весь бьюти-бокс продался. И мне остался только второй. Второй бьюти-бокс пришел мне буквально на днях. Отправка была официально якобы 14-го числа. И вот так вот выглядит у нас сама косметичка, в которой должен быть весь бокс. Я, естественно, оттуда все вынула, потому что туда все не помещается. Это якобы косметичка под кожу. Здесь находится вот такой вот замочек, пимпочка. И сама косметичка разворачивается до такого формата. Мне кажется, эта задумка неудобной, потому что подобным образом, когда вы сворачиваете, у вас как минимум половина косметички просто исчезает в этот замочек. И, соответственно, положить вы туда уже можете не очень-то много. Лично для меня это неудобно, потому что я сорока, которой нужно много всего и сразу, и обычно у меня все напихано прямо-таки до краев. Но в любом случае вот эту вещь в теории можно также использовать как сумочку. Просто взял себе вот так вот, пошел в магазин, закинул себе это под плечо вот так вот, под руку. И пошел. Как альтернативу можно использовать ее так. А теперь давайте смотреть, что же там было непосредственно в наполнении. Первое средство, которое попадается, это бренд John Frieda. И это спрей для прикорневого объема. На самом деле это интересная вещь для тех, у кого более жиденькие, более, скажем так, менее объемные волосы. Потому что такие вещи действительно помогают создать прикорневой объем. Но единственное, чего я боюсь, это того, что они также могут придавать эффект засальности на корнях. Так что если данное средство не придает такой эффект, то я думаю, это даже вполне интересная находка. И следующее, что я нахожу в этом боксе, и что меня разочаровывает просто невероятно, это палетка от бренда NYX. Во-первых, я не люблю бренд NYX. Не люблю за то, что не люблю, как правило, его российскую версию, российский наш филиал. Потому что они совершенно не уважают ни свою аудиторию, ни своих покупателей, ни, в общем-то, ютюберов. Никого они не уважают. Они просто делают то, что они хотят. Очень часто делают они абсолютно бесчестно. И их не волнует то, что, видимо, о них подумают. Поэтому я не люблю наш российский NYX. И не очень, конечно, мне приятно получить эту палетку. Больше того, я вам скажу, я эту палетку успела посвотчить, потому что первую версию этого видео я записала с плохим звуком. И здесь, откровенно говоря, очень плохая пигментация. Посмотрите, насколько в палетке яркие цвета. А теперь посмотрите на свотчи. Вы видите хоть что-то, хоть близко настолько яркое? Даже близко такого нет. Если у вас будет хоть малейшее желание сделать яркий макияж, или не полупрозрачный, или хоть сколько-то заметный макияж, вы его не сделаете. И это, говорит, не мое плохое отношение, на самом деле, к NYX. Это также действительно палетка просто не очень хорошего качества. И больше того, в одном из предыдущих бьюти-боксов от марка Калфуна тоже был NYX. Там была огромная палетка для глаз, для лица. И там тоже было ужаснейшее качество. Она сыпалась, она была полностью полупрозрачная. Ее не было видно на глазах вообще. Все цвета на глазах были как один. В общем, она была ужасного качества. И у меня есть ощущение, что просто NYX сюда сбагривает то, что у них не продалось. А марка Калфуна это просто принимает и нам подсовывает как якобы то, что он сам любит и сам использует. В общем, не очень приятная ситуация и не очень приятная находка. Дальше в бьюти-боксе попадается вот такая полноразмерная мицеллярная вода от бренда Biore. Это очень хорошая находка. Я ей действительно рада. Здесь объем 320 мл. И я давно хотела приобрести себе мицеллярную воду от Biore, потому что слышала у нее хорошие отзывы. Иными словами, я рада, что она тут попалась. Единственное, только странно. То, что в данном боксе нам обещали только декоративную косметику, но тут у нас попадается и уход. Я, в общем-то, не против. Не поймите меня неправильно, но это немного странно. Следующее, что нам попадается, это вот такой вот лак для волос. От бренда Got2bi. Он называется InstaShine. И это лак, который должен придавать не только фиксацию, но и сияние волосам. Я успела брызнуть это дело на волосы. Я не знаю, честно говоря, я не вижу никакого сияния. У меня волосы сами по себе немного сияют. Ну, скорее, для меня это просто лак и никакого сияния. Вот так вот. Как лак, эта вещь неплоха. И я определенно буду ее использовать. Дальше нам попадается средство от бренда Mixit. И это рассыпчатая пудра, которая называется No More Tears. Непонятно, правда, почему такое название. Кто-то плачет, когда красится. Или, быть может, кто-то плачет от того, что у него нет белой рассыпчатой пудры. Непонятно. Но на самом деле здесь хороший объем. Здесь 7 грамм. Здесь есть вот такая пуховочка. Ничего не могу сказать по поводу этой пудры, потому что я ее никогда не использовала. И ничего о ней не слышала. Не знаю, она хорошая или плохая. Просто пудра и пудра. А также нам здесь попадается очередной раз бренд Flavera. И это румяна в оттенке 02. Почему в очередной раз? Потому что уже попадались средства бренда Flavera. В первый раз мне попался бронзер от бренда Flavera. О, кстати, был вполне ничего. Во второй раз мне потом попалась помада от бренда Flavera. Я ее обожаю и по сей день. Это действительно классная помада. И теперь нам попались вот такие румяна. Давайте их, конечно же, просвочим. На самом деле непосредственно в упаковке они кажутся темно-темно-пыльно-розовыми. А на свотче они смотрятся скорее светло-розовыми. Такой небольшой обман. Но от Flavera я не пробовала пока что ни одного плохого средства. Так что оснований полагать, что что-то тут не так. Пока что нет. Ну и цвет, конечно же, симпатичный. Дальше у нас здесь попадается вот такой вот праймер от бренда Vivienne Sabo. Это праймер для век. Здесь находится вот такая вот жулька, спонжик. И сам праймер белого цвета. Я больше люблю праймеры непосредственно тентованные, с оттеночком. Потому что у меня на глазах кожа тонкая, там много венок видно. И, как правило, это все дело просвечивает через макияж и смотрится некрасиво. Поэтому, если уж и наносить базу или праймер, то я предпочитаю тентованные. Но вот такой вот белый праймер, в общем-то, тоже имеет место быть. Дальше тут попадаются два средства, которым я тоже не очень рада. Первое средство это вот такой вот тюбик. Называется бренд Body Tune. И это бронзирующий BB крем для тела. Как вы видите, цвет здесь достаточно темный. И это якобы бронзер BB крем с золотистым шиммером, который деликатно бронзирует, скрывает несовершенство и подчеркивает красоту кожи. С одной стороны задумка неплохая, но с другой стороны все-таки эту вещь предпочтительно использовать летом или же на открытые участки тела. У нас открытые участки тела в Москве бывают крайне редко, потому что здесь, как правило, холодно. А если ты передвигаешься не на такси, а на своих двоих и метро, как это делаю я, то это становится вообще бесполезно как минимум 10 месяцев в году. Поэтому для кого-то, кто живет в солнечном Майами или кто ходит часто более открыто, для того это хорошо. Но лично для меня это будет та штука, которую я буду использовать максимум только летом и скорее всего на ноги, чтобы они были не такие белые сосиски, а чтобы они смотрелись хоть как-то посимпатичнее летом после рабочих будней. С одной стороны интересная вещь, но с другой стороны лично для меня скорее бесполезная. А учитывая то, что пользоваться ей по факту, и лично я буду несколько месяцев в году, скорее всего это будет средство на один сезон, потому что потом срок годности у него выйдет. И второе средство, которому я тоже не очень рада, это бренд Zaytun, не знаю как правильно. И это масло для тела с шиммером тоже, вот такое золотистое масло. Я в целом не люблю формат масла для тела, потому что я не люблю мысленистую консистенцию. Лучше я буду использовать баттеры, они мне ближе, но масло, оно может долго впитываться, оно может оставлять следы на одежде, и поэтому это не совсем мое. Кроме того, посмотрите, здесь достаточно такой желтый цвет, и я не совсем представляю себя с подобным оттенком. Быть может это действительно неплохое средство, оно кстати выглядит так как сыворотка, прикольно, интересно, но просто-напросто не мое. И дальше у нас будет много-много бренда Романова Мейкап, пока что покажу только первое средство, и это вот такие пучки ресниц. Это, кстати, очень классная задумка, кто-то использует ленты, кто-то пучки, мне на самом деле пучки нравятся даже больше, чем ленты. На самом деле, потому что пучки дают, во-первых, более натуральный эффект, а во-вторых, лично мне с пучками проще, потому что к ленте нужно приноровиться, с лентой часто может пойти что-то не так, а с пучками, как правило, что-то не так, не идет никогда. Здесь у нас вот такие вот реснички, они называются, сейчас вам скажу, пучки-сердечки. И здесь удобно то, что здесь сразу три размера. Нижний ряд самые маленькие реснички, средний ряд ресницы среднего размера, и верхний ряд это самые большие ресницы. Это очень удобно, потому что обычно продаются коробочки с пучками в одном размере. И чтобы сделать полностью себе ресницы, вам нужно купить три коробочки в трех разных размерах, а то и четыре. А здесь у нас в одной коробочке три размера, и это, на мой взгляд, действительно удобно. Единственное, только что меня смущает, большая ресница такая здесь, которая смотрит во всех этих пучках. Мне кажется, это будет смотреться очень странно на глазах, но, быть может, я ошибаюсь, и это будет классно. Посмотрим. У меня, кстати, есть очень классные ресницы-пучки с Алиэкспресс. Они стоят буквально 100 рублей, наверняка дешевле, чем вот эти, так что, если хотите, я могу оставить ссылку внизу на них. Они действительно очень крутые. Да, там придется покупать три разных размера, но они стоят дешево, так что, почему бы и нет. Дальше нам попадается вот такая кисточка от бренда Beauty Drugs. Это кисть B2. Очень интересная у этой кисти форма. Это такая прямоугольная кисть с ровным скосом, вот таким, с ровной линией. Данная кисточка, я предполагаю, что сделана для прорисовки линии ресниц. Когда нужно затемнить вот эту, затемнить линию около ресниц, как-то она называется, хорошо, по-правильному, красиво. Честно говоря, вылетело слово из головы. В общем, для данной задачи данная кисточка, скорее всего, предназначена. Можно не покупать для этого отдельную кисть, можно использовать обычную кисть для стрелок или кисть для бровей. Я думаю, она идеально тоже с этим справится. Но раз уж нам положили эту кисть, то буду пользоваться, что ж поделать. Дальше попадается бренд Chic, и это жидкие румяна в оттенке 04. Я сама хотела купить себе на самом деле эти румяна, не помню, правда, в каком оттенке, но хорошо, что я их не взяла, потому что они мне здесь попались. Эти румяна с хорошими отзывами, ничего я о них плохого не слышала. И вот так они выглядят непосредственно на руке. Очень красивый, нежный оттенок, они легко тушуются, выглядит так, как будто бы они не ставят пятна, но при этом оттенок очень красивый, нежный, и можно не использовать кисть, а просто распределять все при помощи пальцев. Дальше давайте посмотрим на помаду от бренда The Same. Вот так вот она выглядит, у нее очень странный футляр, здесь такая плотная ткань, она мне напоминает сумки, которые раньше были популярны от бренда Michael Kors. Там, знаете, такая была жесткая, грубая ткань, которая хорошо держала форму, и вот здесь, мне кажется, какое-то подобие этой ткани сделано в виде футляра. Сама помада вот в таком красивом оттенке, она очень симпатично выглядит, и это помада увлажняющая, по идее. Красивый, очень красивый цвет, такой нежно-персиковый, безумно-безумно приятный, и кроме того, еще у помады действительно хорошая текстура, она ложится мягко, нежно, кремово. Я думаю, это действительно будет увлажняющая помада, которая не будет подчеркивать несовершенство губ, но при этом, которая будет очень красиво выглядеть и ухаживать за губами. Иными словами, я пока что безумно довольна непосредственно вот этой помадой. Продолжаем тему Романова мейкап, и здесь у нас попадается два карандаша. Первый карандаш, это вот такая миниатюрочка. Это карандаш для глаз в черном оттенке. Раньше мне тоже попадался этот карандаш, тоже у Марка Кауфмана в бьюти-боксе, но это был карандаш в коричневом оттенке, и он был уже полноразмерный, а не вот такая вот миниатюра. Почему сейчас положили миниатюру, не совсем понятно, но зато это универсальный черный оттенок, который понадобится абсолютно каждой девушке, и карандаши у Романова и Мейкап действительно хорошие. Следующее средство от Романова Мейкап, это еще один карандаш, но уже для губ. С одной стороны у него непосредственно сам карандаш, вот в таком красивом розовом темном оттенке, и с другой стороны находится кисточка. Я, честно говоря, не совсем поняла, зачем тут нужна кисточка, потому что, по-моему, ты просто прорисовываешь контур карандашом, или наносишь его на все губы, и все. И зачем тут кисть, я не совсем поняла. Если вы знаете, в чем прикол, зачем тут кисть, то напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях, потому что я пока что не догадалась. Дальше нам тут попадается блеск от бренда Vivienne Sabo в оттенке 10. Вы не поверите, буквально вчера я оформила себе заказ на сайте подружка, где я положила себе точь-в-точь такой же блеск, именно этот, в этом же оттенке. И он уже приехал в пункт выдачи. Почему? Почему я заказала именно этот оттенок? Почему я не выбрала какой-то другой? Ну, иными словами, у меня будет теперь два блеска, точь-в-точь одинаковых, в одном оттенке. Видимо, я второй просто кому-то подарю. Данные блески, на самом деле, сейчас очень хвалят. Это обновленная версия, обновленные оттенки, обновленная формула. Этот блеск просто нереально пахнет чем-то сладким. Это завораживающий, невероятный запах. Если вы так же, как и я, фанатеете по запахам в косметике, то вы сойдете с ума, когда вы это понюхаете. И здесь очень симпатичный вот такой вот оттенок. Он и не темный, он и не светлый. Мне кажется, он просто будет красиво подчеркивать практически любые губы. Я сначала думала то, что данные блески это небольшой закос под блески от бренда Lime Crime. Но все же, мне кажется, они не очень похожи тем, что у Lime Crime чуть более пигментированные. Здесь пигментации меньше, они более полупрозрачные, нежели чем Lime Crime. Но по своей задумке они очень похожи. Потому что очень похож футляр, в первую очередь. Во-вторых, спонж. В-третьих, запах. В-четвертых, формула. В общем, похоже все. И если вы хотели попробовать что-то наподобие знаменитых блесков Lime Crime, Wet Cherry, то можете попробовать Vivienne Sabo. Это будет практически то же самое. И, кстати, здесь даже вишенки на упаковке. Так что, я думаю, определенно идею тырили оттуда. И последнее, что находилось в данном боксе, это вот такой вот жидкий хайлайтер от бренда Alien в оттенке Sun Kiss. Опять-таки, этот хайлайтер я тоже сама себе хотела заказать. Либо в этом оттенке, либо в оттенке шампанское. Хорошо, что не заказала. Вот. И он нам здесь попадается. Давайте на него посмотрим. Очень симпатичный на самом деле хайлайтер. У него нежная, приятная формула. И вот такой немного золотистый загарный оттенок. Я не думаю, что мне этот оттенок подойдет во время отсутствия загара. Потому что все-таки он желтоватый. И на бледной коже он будет смотреться странно. Но если у вас кожа более темная, или же если вы с загаром, то я думаю, этот хайлайтер будет самое то. Ну что ж, вот такое вот было наполнение у бьюти-бокса Марка Кауфмана. Версия Glam. Повторяюсь то, что все это предполагается, что лежит вот в этой косметичке. И теперь давайте вам расскажу, как вообще заказывать эти боксы. И какие здесь есть подводные камни. Заказывать данный бьюти-бокс нужно непосредственно через аккаунт Марка Кауфмана в инстаграме. Когда готовится бьюти-бокс, он выкладывает пост о том, что вышел бьюти-бокс. Как его получить. И там прописаны все условия, которые нужно соблюсти, чтобы получить заветный бьюти-бокс. Нужно написать в WhatsApp его администратору, оплатить покупку. И потом вам вышлют бьюти-бокс. Какие здесь есть подводные камни. Камень номер один. Нужно написать на WhatsApp администратору сообщение о том, что вы хотите этот бьюти-бокс. И ждать. Ни в коем случае, важный момент, просто ни в коем случае не повторяйте свое сообщение. Не копируйте, не пишите ау, не еще что-либо. Если вам долго не отвечают, ничего не пишите, терпеливо ждите. Если вы напишите новое сообщение, любое, даже просто точка, ау или смайлик, смайлик, это вас переместит изверха листа ожидания в самый низ. Да-да, я так один раз уже попала, мне не отвечали примерно двое суток. Двое суток! И я не выдержала, я написала то, что ау, потому что мое сообщение прочитали, но не ответили. И я попала в самый низ ожидания. И мне бьюти-бокс не достался в тот раз, потому что к тому моменту, когда до меня дошли, все раскупили. В подводный камень номер два работают менеджеры, администраторы, люди, и они любят хамить. Непосредственно только у Марка Кауфмана я такое встречаю, когда ты пишешь человеку, и он легко может тебе нахамить. Я понимаю то, что очень много они обрабатывают запросов на эти бьюти-боксы. Люди очень часто вообще не читают условия, которые Марк прописывает, что нужно сделать. И это многих, вероятно, злит, потому что все, что нужно сделать, это внимательно прочитать и выполнить все условия. Но люди этого не делают, и можно понять, почему администратор начинает злиться и хамить. Но, с другой стороны, на мой взгляд, это некорректное поведение, и так делать не нужно. Потому что у нас в России на самом деле довольно-таки неплохой клиентский сервис во многих местах. Я понимаю то, что это не сфера туризма, а в сфере туризма у нас плохой сервис. Но во многих других отраслях у нас действительно хороший клиентский сервис. А тут ты получаешь какой-то совок, где ты долго-долго ждешь, и где тебе могут еще обхамить по полной. Так что, если вы девушка ранимая, и если вы не готова к тому, что может произойти что-то подобное, то лучше не заказывайте. И, в-третьих, оплата идет на карту. Вам дают номер карты, сумму, и вы ее оплачиваете. Это странно. Я лично не люблю оплачивать никому никакие услуги просто на карту, как перевод физлицу. Потому что здесь могут быть мошеннические схемы. И вообще, кто-либо, если вас попросят перевести оплату по услуге просто на карту, какой-нибудь интернет-магазин, отказывайтесь сразу нафиг. Потому что это тупо разводилово. Но конкретно в данном случае я так уже не раз заказывала. Я знаю, что это не разводилово и у Каухмана не мошенничество. Но, как вы видите, все равно это опасненько и лично мне страшненько. Просто переводить кому-то что-то на карту. Но это, в общем-то, все подводные камни. А, еще забыла упомянуть то, что всегда объявляется официальная дата, когда бьюти-боксы должны отправляться. Но, как правило, в этот день они никогда не отправляются. Я этот бьюти-бокс получила вчера или позавчера. Позавчера я его получила. И отправка должна была быть 14-го числа. Получила я бокс 22-го. Долго, чуть-чуть они запоздали с отправкой. Но, все же, все пришло и все хорошо. Стоил данный бьюти-бокс, забыла сказать, 5,5 тысяч рублей. За эту цену, на мой взгляд, я не уверена, что это хорошее наполнение. Мне здесь очень понравилось. Что мне здесь понравилось? Мне понравилось шик, вот эти вот румяна. Мне понравилась кисть. Мне понравилось блеск вот такой, этот пиген с собой. Очень мне понравилась помада от бренда The Same. Мне понравились средства от бренда Романова Makeup. Все остальное было скорее соусом. Мне понравилась также митилярная вода, которая, кстати, вполне себе хорошая по сроку годности. Я проверила. Все остальное... А, Эллион, конечно же, еще забыла. Все остальное это скорее, ну, такое. Поэтому я не уверена, что все то, что мне сейчас понравилось, стоит 5,5 тысяч рублей. Но почему-то я все равно продолжаю заказывать эти боксы у Марка Калфмана, потому что я их люблю. Вот так вот. А решать только вам, заказывать другие боксы или нет. Сразу скажу то, что очень спорное бывает наполнение. И, как я уже сказала, есть большие подводные камни при оформлении данного бокса. Так что решать только вам. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok